Ой, представляете, болтаю-болтаю и не до болтала вам. Включила камеру и... Оказывается, не записывала видео. Сегодня пеку французский хлеб. На 900 грамм уже. Почему так? Потому что в те дни я пекла по 750 грамм. Он получается маленький. Ну, имеется в виду не маленький, нормально, но он быстро съедается. Вчера мы к соседке, к тете Саре заходили, заносили хлебушек. Свеженький пока он был. Я еще и блины испекла, тоже заносила бабушке. Сегодня решили побольше. Я сразу испеку, чтобы на 2-3 дня. На выходные потом, чтобы только и печь. Так, сегодня у нас французский хлеб с добавлением манки. Посмотрим, что получится. Очень интересно. Я каждый день пробую что-то новенькое. Смотрите, какой колобочек получился. Сегодня на 900 грамм уже. Такая будет красота. Потом покажу. Выбрала программу. Здесь у нас френч. Французский хлеб получается. И здесь уже время дольше. Видите, почти 4 часа на приготовление французского хлеба. Вот. Корочку выбрала тоже. Д, это значит, сильно такой поджаристую. И что еще? На 900 грамм. Ингредиенты все заложила. Красота, конечно же. Будем ждать. Потом время от времени вам покажу, что получается. С добавлением манки я хлеб еще не пекла ни разу. Это будет мой первый опыт. Сегодня у мужа день рождения. И я буду печь и немножко готовить вкусняшки. Сейчас буду печь медовые коржи. Здесь у меня 80 грамм маргарина. Два яйца. Три столовые ложки меда. Чайная ложка чайной соды. Пищевой соды. Щепотка соли. Так, два яйца. Все это на водяной бане. Подогреваем. Чтобы смесь хорошо-хорошо у нас стала пышная-пышная, красивая. Все уже растопилось, видите, да? Кроме меда. Один кусочек меда все еще плавает. Сейчас это дело. Нужно будет хорошо перемешать. И будем добавлять уже муку. Как уберем массу с огня. Все пузыречки пошли. Реакция пошла. Сейчас медовики, которые не расплавились, уберу. И подержу еще минутку на водяной бане. Пена пошла. Эффект пошел. Красиво. Вот такого янтарного желтого цвета. Убираем с огня. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Вот такое тесто получилось. Сейчас буду раскатывать его сразу на пергаменте. Вырезать и сразу выпекать. Не буду дожидаться, пока остынет. Буду сразу, сразу, сразу это делать. Чтобы времени не терять. Коржи, девочки, испеклись. Уже давно остыли. Крем у меня тоже готов. Заварной. Взбила только что миксером. Добавила маслице. Сейчас еще перемешаю. И соберу тортик. Параллельно еще наделала здесь морковки по-корейски для двух салатиков. Такая красота. Вот такая красота получается. Сейчас буду украшать крошкой. Вот что у нас получилось. Только мы немножко его испортили тем, что я накрывала упаковкой, упаковкой, говорю, тарелкой сверху. Холодильник убрать. Рисунок был совсем другой. И он припечатался туда немножко. Ну да ладно, и так красивый. Так, что я сегодня приготовила. У нас уже ночь. Но мы решили приперекусить. Это на день рождения. Это мой любимый салат. Здесь у нас морковь по-корейски. Здесь у нас маринованные огурцы, картошка, куриное мясо, сыр, яйца. Вкусный салатик такой. Вот такой. Здесь у нас селедка под шубой, тортик. И курицу запекла с картошкой в духовке. Все, вот такая красота. Будем сейчас кушать и пить чай. Обжарила тут лучок. Здесь у меня тесто на вареники. Будут у нас сегодня вареники с картошкой. Что такое черненькое? О, закипела картошка. Как же я давно не ела вареники с картошкой. Что-то вспомнилось и захотелось. Мелко нарезала картошку, чтобы быстрее отварилось. И тесто я сделала в хлебопечке. Очень быстро все закинул, замесил и такое тугое тесто получил. Вот какое тугое тесто хорошее. Сейчас останется раскатать, залепить и отварить. Я буду кушать лично со сметанкой. Достала с погреба два салатика. Этот я завтра на работу заберу. Этот у меня очень вкусный. Он такой, знаете, вот его хочется и хочется есть. Это у нас огуречный салат. Огурцы в томатном соусе. В томатном кетчупе с чесноком. Ох, просто они хрустящие. А это у нас помидоры пальчики оближешь с растительным маслом. С лучком. С чесночком, что ли. Не помню, с чем. Короче, тоже сегодня к этим вареникам голова сбивается. Мысли сбиваются. Потому что уже вечер. В принципе, надо было уже ложиться спать. Но мы что-то не хотим. Хотя завтра рабочий день. И сегодня был рабочий день сразу после праздников. Ай, ну, что-то хочется еще вкусненького приготовить. Потому что доедали только вчерашний суп. А здесь, девочки, испекся у нас хлеб в хлебопечке. Это у нас на молоке с добавлением сметанки. Смотрите, какой красивый получился. Красивый, ровненький шапочек. Ровненькая. Видите, как хрустит. Красавчик. Так, взвешивали мы его 700 грамм. Практически 700 грамм. Так что все хорошо пропеклось. И все красиво получилось. Вот такие вареники мы слепили с мужем. Сейчас покажу. Вот эти практически все вареники. Его я тесто раскатывала. Это тоже его вареники. А эти вареники мои. Вот эти со скруткой. У всех разные. Да, сейчас будем варить. Мама, я люблю это гусить. Пюре? Да, пюре. Пюре. Сейчас дам пюре. Красавчики наши Заки поют. 7, 8, 7, 9, 1. У нас морозы стоят, девочки. Минус 40. 42, 44. У нас давно таких морозов не было, как сегодня. Как вчера, как позавчера. Короче, очень холодные дни стоят. Мороз такой, вот, знаете, настоящий. Настоящие крещенские морозы. Есть. Да, есть. Настоящие крещенские морозы, девочки. Такие дни хочется чего-то вкусненького. Такие красавцы. Муж лепил без узоров, она у меня с узорчиками. Интересно. Каждый лепит по-своему. У нас даже пельмени все время разные получаются. У него какие-то... Ну, я вам потом покажу, у кого какие пельмешки получаются. Я, наверное, буду со сметанкой. А сейчас с чесноком сделаю майонезик. Тоже вкусно. С чесноком майонезик макаешь и кушаешь. Ай! Разыграю вам аппетит таким образом. Красота. Просто. Быстро и вкусно. Так, сегодня прибежала с работы и приготовила быстренько рис с фаршем. Это уж то, что осталось. Было очень вкусно. Это рис с жасмин. Он мне так нравится, но он дико дорого стоит, когда без акции. Но с акции еще можно взять. Вот. Такой длиннозерный не слипается. Быстренько обжарила фарш луком и морковкой. Добавила рис и залила водичкой. Посолила. Очень быстро и вкусно. Наш быстрый ужин сегодня. Такой. Девочки, пику быстро к чаю. Сейчас пирог. Будет у нас яблочный. Ну, точнее, как шарлотка зимняя. Здесь у меня 2 яйца. 100 грамм сахарного песка. Хорошо сбила, видите, миксером. И здесь я подготовила где-то 50 грамм маргарина. Сейчас сюда. Чтобы он, знаете, какой был, как сказать, не сухой, вот. Не бисквитный такой, а чуть-чуть слегка нежный такой. Влажный за счет маргарина. Думаю, что это такое. Не поняла. Это краешек откололся к осу маргарин. 50 грамм буквально. Может, даже 40. Сейчас все забью миксером опять. Добавлю сюда муки. Где-то 4 столовые ложки с горкой. Плюс-минус разрыхлителя. Ну и все. Потом покажу готовое тесто. Ну, муку где-то 4 столовые ложки. На 2 яйца надо брать на бисквит 2 большие столовые ложки. Но если у нас это же не бисквит, а пирог, и здесь присутствует теперь маргарин, значит, где-то 3,5-4 большие столовые ложки муки. Так, у меня, девочки, не оказалось разрыхлителя. Но я чайную соду погасила, уксусом добавила. Нарезала сюда яблочко, цедру лимона, немножко лимонного сока, где-то столовую ложку добавила. И вот здесь у меня, видите, красная смородина с заморозки. Все. Теперь отправляю это дело в форму выпекаться до готовности. Форму смазала предварительно растительным маслом. Духовку разогрела. Будет такой, я не знаю, пирог, наверное. Пирог, но не шарлотка. Можно сделать, будет потом глазурь. Как приготовиться, покажу. Минут 25 будет в духовке. Минут 30. 180 градусов. Так, здесь у нас будут дрожжевые блины. И я покажу вам рецепт. Ну, а вы записывайте, либо запоминайте. Здесь у меня полстакана водички, полстоловой ложки сахарного песка и одна столовая ложка сухих дрожжей. Сейчас водичка тепленькая, не горячая, тепленькая, да, чтобы дрожжи не заварились. Ждем, пока будет образовываться шапочка. После того, как образуется шапочка, продолжаем добавлять ингредиенты. Смотрите, какая шапочка получилась. Сейчас сюда будем вливать 200 миллилитров молока теплого. Молоко у меня подогревается в микроволновке. Молоко подогрелось. Открываю сюда молоко. И всыпаю сюда 5 столовых ложек манки с небольшой горочкой. Добавляю теперь пол чайной ложки соли. Не полную, не доверху соли. И столовую ложку сахарного песка с горкой. И теперь добавляем сюда муку до очень густого состояния. То есть будем добавлять примерно сколько, я думаю, хватит. И перемешивать, чтобы масса была густая. Хотя нет, еще не хватает. Сейчас еще чуть-чуть добавим. Надо было венчик взять. Что я сейчас и сделаю. Сейчас добавлю. Все, что здесь есть. Перемешаю. Вот до такого состояния перемешали. Теперь эту массу оставляем минут на 30, чтобы тесто наше поднялось. Через 30 минут увидимся. Оставляем его отдохнуть. Девочки, пирог еще горячий. Я его вынула из духовки. Сделала глазурь, это лимонный сок и сахарная пудра. Немножко в сахарную пудру добавила лимонный сок. И перемешивала до такого вот густенького состояния. Но сверху еще посыпала сахарной пудрой. У меня такое чувство, что была камера врязная. Сейчас вместе с вами его разрежем. И поставим на тарелочку. Прямо кусочками сразу. Хочу нарезать. Ой, какой он мягкий. Проверяла деревянной спичкой готовность. Спичка сухая, значит готова. Сейчас я не буду вас томить. Покажу потом на разрезе. Сейчас быстренько выну все это дело. Вот на тарелочку подготовила. И покажу, какой разрезе. Вот такой пирог у нас с вами получился. На разрезе он очень рыхлый, воздушный, сладенький. Сверху видите, да? Глазурь из лимонного сока и сахарной пудры. Ягодки. Прекрасно держит форму. Хоть и на двух яйцах только. Вот, пожалуйста. Всем приятного чаепития. Готовьте. Тесто наше поднялось. Теперь добавляем сюда одно яйцо. Пол чайной ложки пищевой соды. Не гасим. И где-то 3 столовые ложки растительного масла. И нам понадобится полстакана кипятка. Сейчас все это дело перемешаем. Полстакана кипятка еще раз перемешаем. И будем жарить. Добавила кипятка. Тщательно перемешала. Тесто наше готово. Будем жарить. Меджет. Постакана кипятка 1 ряд пищевых � intok. Попробуем кипятки кипятки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok